Ей бы сейчас голову ломать над причинами путешествия во времени и пространстве, а она вон какие детские истории рассказывает. Да вообще охренела баба. Не паникует какого-то хера. Здарова, братаны, вы на канале Дювплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем наконец-то продолжать Дианочку. Так что давайте уже продолжим, погнали. Кажется, я ляпнул какую-то глупость, потому что девушка вновь захихикала. Нужно было собраться, я ведь хотел поговорить с ней на серьезную тему. Ты ничего не пропустил? Красной дорожки не было, оркестра тоже. Нужно как-то поделикатнее разузнать об этом, но постараться, чтобы вожатая ничего не заподозрила. Говорят, ты приехала из севера? Обо мне здесь уже все говорят? Девушка хитро улыбнулась. Да, с севера, как и многие тут, наверное. Конечно, к нам съезжаются дети со всего Союза. В нашем лагере сейчас полно школьников из Мурманской Архангельской области и Красноярского края. А в прошлую смену... Последнее предложение вожатой я пропустил мимо ушей. Нужно было сосредоточиться на своем расспросе. А почему ты была одета по-зимнему? А почему тебя интересуют такие подробности? Просто я тоже с севера, и мне кажется, что мы с тобой земляки. В ответ девушка лишь рассмеялась. Отвечать на вопрос, похоже, она не собиралась. Это хорошо, значит, вы обязательно подружитесь. Ольга Дмитриевна снова вставила свои пять копеек. Но я продолжал ее игнорировать. Меня увлекли поиски того узелка, который связывал бы нас с Дианой. Но был бы незаметен для вожатой. И я его нашел! А у тебя тоже есть мобильный телефон? Знаешь, эти южане так сильно отстали от современных технологий. Здесь МТС не ловит, да и вай-фая нет. А я совсем не могу без интернета. Девушка продолжала улыбаться, но теперь было видно ее легкую растерянность. Она перевела взгляд на Ольгу Дмитриевну и изучающе посмотрела на нее. Видимо, старалась понять, не показалась ли моя речь странной для вожатой. Но это было занято активным поглощением пищи и не придало моим словам никакого значения. Тогда я решил добить. А хочешь, я покажу тебе свой мобильник? Не айфон, конечно, но вполне современная игрушка. Камера на 6 мегапикселей и 3G! Уже тут 5G ходит. Девушка хитро посмотрела на меня и в ее взгляде я увидел нужную реакцию. Не ожидала встретить здесь знатока современных технологий. Расскажешь потом, как ты тут очутился? Да, в яблочко! Я не мог нарадоваться своей находчивости. Всего парой-тройкой терминов из моего мира я смог рассказать о себе нужную информацию. Какой умный-то скотина, а? Диана тоже была не промах и сразу выдала себя. Теперь пионерка рассматривала меня с неприкрытым интересом. А потом они потрахались. А ладно. А ты уже давно здесь. Я здесь всего несколько дней, но уже освоился, можно сказать. Давай проведу экскурсию для тебя после обеда. С удовольствием! Девушка хитро подмигнула мне. Да я сам был в шоке от своего успеха! Обычно общение с противоположным полом мне дается нелегко. Я долго думаю, на какой хайзе подъехать. Перебираю несколько вариантов, потом понимаю, что все они отстой. И просто забиваю. Про знакомство вживую я вообще молчу. А тут как-то само пошло. Легко и непринужденно. Молодец, Семен! Хвалю за инициативность! Ишь, какая она сегодня добрая! Нужно пользоваться моментом. Клеем моментом, что ли? Я оглянулся по сторонам и увидел, что столовая уже сильно опустела. Никого из знакомых пионеров видно не было. Я очень порадовался этому факту. Мне почему-то не хотелось пересекаться с ними, пока буду говорить с Дианой. Разве что в дальнем углу, возле умывальников, я заметил Алису. Умывальники? Коваль! Кажется, она пыталась что-то стереть с пионерской формы. Рожая стояла к нам спиной и не должна была заметить. Разведка доложила, что фронт чист и можно свободно покинуть территорию. Я обратил внимание, что Диана уже допивала компот. Теперь нужно было побыстрее сдымить отсюда, пока вожатая не придумала нам занятие на свое усмотрение. Ну, мы пойдем тогда. Я натянул на лицо улыбку поймальщика девяносто девятого левела. А как же твой обед? И правда, моя порция так и осталась нетронутой. За исключением раздавленной горестными думами картошки. Вы знаете, а я не голоден. Правда? Но не переживайте, за мной все в порядке. Я быстро поднялся из-за стола. Диана распрощалась с вожатой и последовала моему примеру. У выхода из столовой я пропустил Диану вперед, но выйти за ней следом получилось не сразу. Бля. Вот только тебя сейчас не хватало, сука, рыжая. Появилась Алиса, которая тоже выходила из столовой. Она вновь впихнула меня плечом и протиснулась снаружи, не сказав ни слова. Я вошел за ней тоже молча. Алиса бросила испепеляющий взгляд на Диану и пошла в сторону площади. Что такое случилось? Ух, какая грозная мамзель. Это Алиса Двачевская. Та еще хулиганка. Хулиганка? Почему? Ну, она постоянно всех задирает. Недавно я фингал поставила сыроежкину. Мне тоже чуть не досталось. А она... А может она просто выражает так свои чувства? Да какие еще чувства? Диана леша рассмеялась в ответ, а затем спросила. Куда пойдем, товарищ гид? И тут же сама придумала направление. Может сходим на пляж? Я там еще не была. Да, хорошая идея. Пошли. Не успели мы и десятка шагов сделать, как услышали топот позади нас. Ульяна метеором пронеслась мимо нас, чуть не сбив с ног Диану. Вырвавшись вперед на несколько метров, она сделала крутой вираж и побежала нам навстречу. Ну привет, красная молния! Диана улыбнулась Ульяне, когда та затормозила прямо перед ней. Здрасте! Куда бежишь? Ульяна встала на цыпочки и прошептала что-то на ухо Диане. Что? Ульяна протянула вперед правую руку, которая была сжата в кулаке. Похоже, там что-то было, и я уже догадывался, что именно. Я только открыл рот, чтобы предупредить об опасности, но Ульяна уже разжала кулак, и прямо под носом Дианы возник огромный кузнечик. Ой, какой миленький! Твой домашний питомец? Как его зовут? Обосралась. Ульяна почему-то раскраснелась и умчалась куда-то в центр лагеря. Наверное, в поисках другой жертвы. Диана вопросительно посмотрела на меня, все еще широко улыбаясь. Это Ульянка, местный эпицентр всех катастроф. У нее такие забавные косички. Но ты не боишься насекомых? Уже давно не боюсь. Мы пошли по тропинке в сторону пляжа. Когда я была в четвертом классе, один мальчик из моей школы тоже приставал ко мне, то с гусеницами, то с червяками. Я их очень боялась, и каждый раз визжала от испуга, что очень забавляло забияку. Но однажды я рассказала про него маме. Она ответила, что если я смогу показать этому сорванцу, что мне не страшно, то он больше не будет ко мне приставать. И что ты сделала? Когда я пошла в школу, то он уже ждал неподалеку. Мальчишка подбежал ко мне и сунул под нос большую гусеницу. Ух, я тогда скривела, наверное, такую гримасу, потому что он тут же стал хохотать. А потом я попросила дать мне ее подержать. Очень смелый поступок. Мальчик удивился, но отдал мне гусеницу. Та ползала оттуда-сюда по моей ладони, и мне сперва хотелось ее просто швырнуть куда-то в сторону. Но потом я поняла, что гусеница тоже страшна, и мне стало жалко ее. Я спросила мальчика, где он ее взял, и отнесла обратно в траву. А с мальчиком мы подружились. Вот. Когда Диана закончила рассказ, я обнаружил, что мое лицо расплалось в глупой улыбке. Я постарался вернуть маску невозмутимости, но улыбка почему-то лишь сделалась шире. Мне уже давно не рассказывали ничего такого милого и доброго. Да и вообще. Когда мне в последний раз рассказывали что-то от души. Те редкие случаи, когда я встречал знакомых на улице, мы лишь перекидывались несколькими дежурными фразами. На телефон мне никто не звонит, кроме сотрудников компаний, предлагающих взять кредит. И как я еще не разучился говорить за все время своего отшельничества. Нет, в этом лагере точно есть что-то особенное. А Диана... Она как будто даже рада, что оказалась здесь. Ей бы сейчас голову ломать над причинами путешествия во времени и пространстве. А она вон какие детские истории рассказывает. Да вообще охренела баба. Не паникует какого-то хера. Нельзя так, надо паниковать. И все же нужно вернуться к главной теме. Мне кажется, что тебя сложно напугать чем-либо вообще. Я бы так не сказала. Ну, по тебе не похоже, что ты испугалась перемещения в лагерь. Но чего его бояться? Тут такая теплая атмосфера, а дети такие счастливые и привикливые. Ага, насекомыми в лицо тычут. Ну, какие же они дети, если шалить не будут? Тут нельзя было не согласиться. Мы пришли на пляж и обнаружили, что там уже полно пионеров. Одни купались, другие играли в волейбол, третьи строили песчаные крепости. Смех и радостные визги доносились буквально со всех сторон. Наверное, не такая уж хорошая была идея идти сюда для душевной беседы. Хорошо еще, что никого из знакомых не было видно. Знала бы я о своем досрочном отпуске, то прихватила бы купальник. В голосе Диана были слышны нотки горечи. Я кинул взглядом береговую линию. Метров через сто песчаный пляж превращался в травянистую землю. А вода покрывалась тростниковыми зарослями. Там не было ни души. Давай просто прогуляемся по берегу. Я взмахнул рукой вдоль пляжа, приглашая пройтись со мной. Диана одобрительно кивнула и сняла сандалии. Песок такой горячий! Она схватила сандалии рукой и побежала в реку. А вот вода просто чудесная! Лицо девушки осветилось неподдельным детским счастьем. Она начала бить ногой по воде, стараясь поднять брызги все выше. Диана так была увлечена этим, словно пыталась поставить новый мировой рекорд по самым высоким всплескам. Вот как теперь говорить на серьезные темы? Да просто. Я пошел не спеша в сторону тростника. Диана последовала за мной по мелководью. Она то и дело норовила забрызгать меня, но я держался на достаточном расстоянии. Снимай обувь и полезай в воду! Спасибо, мне и так хорошо. Все-таки мне хотелось поговорить о более серьезных вещах. И я решил поподробнее расспросить о моменте перемещения. А как ты сюда попала? Что делала перед этим? Последнее, что я помню, что ехала в машине. Заснула, наверное. Очнулась здесь, в автобусе. Я еще подумала, что сплю и вижу такой яркий сон. Но он все идет и идет и не заканчивается. Да уж, хороший сон. Нас, можно сказать, похитили из нашей реальности. А мне нравится эта реальность. С этими словами Диана подняла еще один фонтан-брызг. Да, я вижу, что тебя вообще ничего не заботит. В моем голосе можно было услышать... Ясно... Блять. В моем голосе можно было ясно услышать недовольство. Меня и правда начинало раздражать это легкомыслие со стороны Дианы. Но девушка ответила мне безо всякой обиды. Зато ты у нас слишком серьезный. Радовался бы ли я, то пока есть такая возможность. Мы уже подходили к зарослям тростника, который выскакивал из воды на берег. И плотной стеной ее стелился вдоль всего пляжа. Смотри, там тропинка! Диана радостно выбежала из речки и нырнула в заросли. Я последовал за ней. В зарослях и правда была узенькая тропинка, которая змейкой убегала в неизвестном направлении. А куда она ведет? Не знаю. Честно говоря, я и сам здесь впервые. Тогда давай выясним! Не дожидаясь моего ответа, Диана поскакала по тропинке в глубину. Эй, постой! В ней нет ни капли серьезности! Диана уже скрылась в зарослях. Я поплелся за девушкой, уговаривая себя не сердиться на нее. Мне с утра и так прецедентов хватило. Иди скорее сюда! Да что там еще такое? Я ускорил шаг и пошел на голос. Тропинка сделала последний виток и закончилась прямо у воды, превращаясь в небольшую поляну с маленьким причалом. Лодок здесь не было. Очевидно, этим причалом пользовались еще до того, как была построена лодочная станция. Диана сидела на помосте из стареньких досок, свесив ноги в воду. Иди сюда! Тут еще место есть! Девушка похлопала ладонью по деревяшкам рядом с собой. Я... я не... Не хочешь ноги промочить? Хватит уже выдумывать себе всякие ограничения! Судись, блядь! Диана сказала это безо всякой злобы, но таким команд... КОМАНДНЫМ ТОНОМ, что я невольно снял сандалии и присел рядом с ней. Мои ноги оказались в воде по щеколотку, и я почувствовал холодок, от которого пальцы сами собой сжались в напряжении. Бррр! Бррр! Хладное! Я думал, теплее будет. А вот ей, похоже, нравится. Диана беззаботно болтала ногами в воде. Теперь уже пытаясь поставить новый рекорд в дальности брызг. Я же весь был сосредоточен на своих ощущениях. Может, стоит вытащить ноги из воды? Это просты, но еще... А мне в моем положении только заболеть не хватало. Но что я Диане скажу? Что вода слишком холодная для меня. Засмеет же! И правильно сделает! Я-то уж лучше потерплю! Пока я принимал такое сложное, можно сказать, судьбоносное решение, моя ни о чем не подозревающая соседка перестала колотить воду и уставилась куда-то в горизонт. Здесь так хорошо! Девушка закрала глаза и откинула голову назад, подставляя лицо теплым солнечным лучам. Она сейчас была совсем не похожа на пленницу пространственно-временной ловушки. Как будто простая девушка приехала отдохнуть в обычный пионер-лагерь. Скажи, тебя и правда не волнует то, что происходит вокруг? Ну, я про перемещение, про лагерь этот. Это все, конечно, очень необычно, но я не вижу повода волноваться. Но ведь мы... Ведь ты очутилась здесь не по своей воле! Тебя это не пугает? Ты разве не хочешь вернуться домой? Диана призадумалась. А вот что ответит Диана, мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом все. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока! Вернись ко мне, моя мечта, из уголков, пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай, освободи меня из пленок.